Россияне впервые в этом году заплатят налог на вклады. Кого коснется необходимость поделиться доходами, узнал наш корреспондент. Федеральная налоговая служба в 2024 году должна впервые собрать с физических лиц налог на процентные доходы по банковским вкладам. НДФЛ на такие виды доходов был введен еще в 2020 году, но срок уплаты сдвинулся из-за кризиса. Сбор коснется тех, кто размещал денежные средства на банковских счетах и депозитах в 2023 году и получил процентный доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. Речь идет не о самом вкладе, а именно о процентном доходе. И вот если со всех банков у гражданина процентный доход превысил 150 тысяч рублей, то в данном случае суммы превышения налоговые органы произведут исчисление налога на доходы физических лиц. 150 тысяч, как она вообще появилась? Была взята процентная ставка рефинансирования, да, у нас есть такое рефинансирование. Мы знаем, что в 2023 году она менялась. Вот как раз максимальная была 15 процентов. И она умножается на 1 миллион рублей. Вот получается как раз вот этот вот 150 тысяч. До 1 февраля текущего года кредитные организации должны были самостоятельно направить в ФНС информацию о суммах выплаченных процентов, причитающихся к каждому вкладчику. Налоговая самостоятельно сведет данные о клиенте из разных банков, рассчитает для него сумму налога и направит гражданину уведомление на уплату НДФЛ. Уплатить налог нужно будет до 1 декабря текущего года, разъяснили в ФНС. Если гражданин положил денежные средства, вот у него лежит, например, в пяти банках, да, он получил процентный доход, например, 180 тысяч рублей. Мы видим, да, что 180 тысяч рублей. И вот как раз с разницей, с 30 тысяч ему нужно будет заплатить 13 процентов, то есть 3900 рублей. Не позднее 2 декабря 2024 года. Отметим, что при определении дохода по банковским вкладам не учитываются проценты по эскроу-счетам и по вкладам в российской валюте со ставкой не более 1% в течение всего года. Доходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка России на дату фактического получения доходов в виде процентов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова